Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Продолжается орхоэксперимент, и я знаю, что многие из вас ждали это видео. Реанимация это всегда интересно, я реанимацию обожаю, поэтому я с удовольствием прям влилась в этот орхоэксперимент и с удовольствием ухаживаю за этими орхидеями-малышками. Кто не смотрел первое видео, обязательно его посмотрите, чтобы понимать вообще суть происходящего. Конечно, я вкратце вам расскажу сегодня, что суть происходящего, вообще суть орхоэксперимента для того, чтобы найти единый алгоритм по реанимации орхидей в разных уголках нашей необъятной родины России. И в эксперименте участвует Елена Кузнецова, она живет на севере, к ней посылочка шла около недели, причем в минусовую температуру, это тоже важно, поэтому орхидейки у нее мало того, что реанимационные, очень в таком плачевном состоянии, так еще и они очень долго шли, это дополнительный стресс. У меня же в этом плане попроще, потому что у меня орхидеи шли меньше суток, и у них такого колоссального стресса, конечно же, нет. Давайте сейчас рассмотрим эти орхидейки и сделаем уже вторую обработку, очень важную обработку для того, чтобы они уже начали наращивать корни и листья. Можно так сказать, что мы их прям сегодня простимулируем на это действие, поможем им, дадим им первый толчок, так что давайте осмотрим и скорее к обработке. Собственно, вот такие вот орхидейки предоставил магазин Орхараги для эксперимента. Так, смотрим. Орхидеи разделены на две группы. По принципу, здесь хорошая корневая система, но нет точек роста, а здесь все плохо с корнями, но точки роста, они живые, они не нарушены. Так, давайте начнем с первой вот этой вот группы. Эта орхидейка получатся такая самая крупненькая. Видите, какие у нее хорошие достаточно корни. Такая орхидейка даст детку. Точка роста, вот смотрите, нарушена. Вот, обработку можете посмотреть в первой части. Гниль полностью остановилась, больше ничего не гниет. Причем я заметила, что у нее начал расти корешок. Так, видно, вот. Вот, корни активизировались. После вторичной обработки, я думаю, мы уже увидим, увидим деточку. Также здесь, смотрите, эта орхидейка уже в меньшем размере горшка. Здесь прям сильно повреждена шея, прям гниль. Тоже была зачистка, обработка. Есть гнилые корни в горшке, но после обработки дальше ухудшаться состояние не стало. Значит, все получилось, все сделано было правильно. Видите, тут тоже активизировались корешочки, тоже начали расти. Это очень-очень хорошо. Первый признак успеха. Ну, конечно, точка роста расти уже не будет, только если произойдет какое-то чудо. Можно рассчитывать только на детку. Кто сейчас спросит, а можно ли вообще ждать детку от орхидеи размера 1,7, можно. У меня были, да, уже такие орхидейки, которые выдавали деточек точно с такой же проблемой. И вырастила три детки. Вот такая вот орхидейка размера 1,7. Так что это абсолютно-абсолютно реально. Так, что мы увидим у третьей орхидейки? Точно так же корни хорошие. Корни, смотрите, вот, видите, активизировались. Кончики зеленые начали расти. Точка роста тоже самая. Вряд ли она уже начнет расти. Ждать будем только детку, пока ничего нет. Вот такая вот растюшка. Так, ну, эти орхидеи более или менее. У них только центральные листики нарушены, да, точки роста нарушены. Но вот эти, это, конечно, вообще. Я обожаю реанимировать такие растения, потому что здесь полный комплект. Вот, давайте начнем с орхидейки, которая находится в объеме горшочка 2,5. Вот, смотрите, красота, да? Полностью все сгнило. Еще и шея гнилая. Но, посмотрите, насколько подрос листок. Вернитесь на первую часть видео, вот, а потом обратно. И посмотрите, насколько вырос листик. Явно она хочет жить, явно. И вот здесь вот у нее набухла почка. Гниль дальше не распространяется. Все остановилось на той стадии, как и было. Вот, сейчас, если быстро отрастет макушка и отсюда начнут расти корни, можно будет ее потом через раз и отсечь. И пересадить. В общем, то, чего я добиваюсь сейчас. Аккуратненько ставлю ее назад. Максимально аккуратно. Вообще, вы знаете, я их не трогаю. Я поставила их под досветку в теплое место. Температура у меня там примерно 26 градусов. Досветка работает 12 часов. Вот, и они там стоят. Достала их вот сейчас только для видео. Обычно я их вообще не тормошу. Здесь у орхидеи один всего листочек. Но точка роста живая. Я очень надеюсь, что начнет разрасти лист. Вот здесь есть зачатки корешочков. Здесь также есть и гнилые корни. Но также есть и живые. Но они все пока в спящем состоянии. Хотя нет. Смотрите. Здесь корешочек раскуклился. Это очень хороший результат. Очень. Уже на данном этапе, да, орхидеи все устраивают. Начинают расти корешочки. Замечательно. Значит, не все потеряно. Хотят жить, хотят. Так, здесь в этой группе третья орхидейка начала терять тургор. Это, конечно, не очень хорошо. Но у нее и корни. Корни такие вот прям гнилушечки. Внутри есть зеленые. Вот. Ну и также очень много гнилых корней. В общем, вот такая вот еще растюшечка. У нее, правда, листик вот подрос. Он сломан был? Он подрос. Но тургор плохой. Будем, собственно, спасать. Также еще цель орхоэксперимента это обменяться опытом. Это очень интересно. Поэтому мы решили, да, сделать две разные группы орхидей и обрабатывать по-разному. Я взяла опыт Елены и вот эту вот группу орхидей, в которых точки роста нарушены, да, такие, можно сказать, безголовые орхидейки. Я буду обрабатывать смесью из трех биофунгицидов. Орхидейки, у которых гнилая корневая система и шейки, я обрабатываю по своему любимому методу, где идет чередование фунгицидного препарата и стимулирующего препарата. Мне этот способ реанимации очень нравится, поэтому, да, здесь прям гнилушечки. И, конечно, новому методу я бы таких орхидейок не доверила, потому что он для меня лично непроверенный. И этих орхидейок я буду полностью обрабатывать по своей схеме. И я надеюсь, что у меня все получится. Как я обрабатывала, да, делала первую обработку, смотрите обязательно в первом видео. Также не забудьте подписаться и поставить лайк. Это очень-очень важно. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые свежие видео. И эти орхидейки я еще и объединю в плейлист. Также ищите и смотрите, как сериал. Начинаем обработку. Начинать я буду с первой группы, у которых нарушены точки роста. Обрабатывать я буду именно по методу Елены смесью из трех биофунгицидов. Первое, что я добавлю, это будет фитоспорин. Но обратите внимание, это не М, а А, Эш. Это очень важно. Фитоспорин М, он не имеет такого штампа. И он не такой хороший. Так, сейчас нам нужно 5 мл. Добавляю, хорошенечко размешиваю. Ай-ай-ай, не падать. Дальше еще дойдут таблетки аллерин и гамма-ир. По 2 таблетки на литр воды. Эти таблетки очень хорошо растворяются в воде. Также можно размешать с помощью моей пипетки. Очень-очень удобно. аллерин и гамма-ир. По 2 таблетки. Схему прямо напишу вам на экране. Состав этого, можно сказать, коктейля из трех биофунгицидов. Все. Раствор готов. И я просто полью их этим раствором. Примерно сантиметр я наливаю воды в емкость. И все. Они будут пить эту водичку. Между обработками я, кстати, поливала простой водой. Знаю, что будет такой вопрос. Я сейчас его озвучиваю. Между обработками было 2 полива простой водичкой. Сейчас получается уже на третий полив. Спустя 10 дней я поливаю повторно смесью из 3 биофунгицидов. Для второй группы вот таких вот гнилушечек, реанимашечек я выбираю сегодня Ребаф Экстра. Старый проверенный Ребаф Экстра. И им я буду делать им прям такую, знаете, провокационную обработку, чтобы они именно тронулись в рост. Их сейчас нужно прям спровоцировать на рост листьев и корней. Если этого не сделать, орхидеи могут просто догнить. И все наши усилия будут напрасны. Поэтому здесь сейчас будет именно стимуляция реанимационных гнилых орхидей. Как бы странно это не звучало. Я беру Ребаф. Ребаф можно заменить HB101 и Эпином. Если вдруг не найдете Ребаф, берите другие стимуляторы роста. Эффект будет приблизительно тот же самый. Ребафа я добавляю 4 капли на 1 литр воды. Все. Смачиваю салфеточку раствором Ребафа. Отжимаю и такой вот влажненькой салфеткой протираю листочки. Вот таким вот образом. с двух сторон обязательно. Очень аккуратно. Потому что сейчас здесь одно неловкое движение и просто этот один листик он отвалится. И все. И останутся у меня только корешочки в горшочке. Так. Здесь тоже максимально аккуратно. Здесь посмотрите как огнили на шее. Кстати, напишите в комментариях как вам вообще такие видео. Нравятся или нет. Вот формат реанимации восстановления. Интересно смотреть такие ролики. Будем продолжать. Или вам больше нравятся цветущие здоровые красивые орхидейки. Орхидейка у которой самый слабый тургор. Я ее сейчас протру. Но в конце я этой же салфеткой просто замотаю листочки чтобы она прям была во влажности. Все. Ставлю ее сейчас аккуратно на место. В конце я покажу как я буду использовать салфетку. И также я наливаю раствор с ребафом буквально сантиметр этим орхидейкам в емкость. Вот. Этого будет абсолютно достаточно. Вот. Все. И еще самый такой важный экстремальный сейчас прием. Я беру в чистом виде ребаф. Макаю в него ватную палочку или как у меня вот специальная палочка и прям смазываю чистым ребафом шейку орхидеи. Прям в чистом виде. Вот здесь на здоровой части обязательно то, что вот ниже больной мы не смазываем. Мы смазываем только здоровую часть. Нам нужно спровоцировать вот именно в этой части новые здоровые корешочки. И так я проделаю со всеми тремя орхидейками. Даже вот с гниушечкой. Мне нужно, чтобы она в здоровой части начала растить корни. Это очень-очень важно. Вот такой вот способ реанимации. Вот. Прям чистом ребаф. У всех трех орхидеюшек. Ай, палочку туда уронила. У всех трех орхидеюшек. Все. Все. Так. И сейчас вот эту салфеточку да, я вот прям заверну листочки. Пусть напивается. Боюсь отломить, поэтому прям руки трясутся. Аккуратненько надо все это сделать. замотать листики влажной салфеткой. Вот так. Чтобы и снизу была салфетка, и сверху. Так вот сейчас накрою. И снизу получается салфетка, и сверху. И все. Так будет стоять до полного высыхания. Ну вот и все. Обработка закончена. Видео закончилось. Хотя я думаю, кто-то даже расстроился. И теперь будет ждать вновь новую серию, так сказать, про эти орхидеи. Обязательно я вам их покажу. Примерно через 10 дней также выйдет ролик, и мы будем их рассматривать, смотреть результаты этих орхидей, и опять же обрабатывать. Поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И кто еще досмотрев до конца не поставил лайк, обязательно его ставьте. Это очень-очень важно. Вам не сложно, а мне приятно и помогает развитию моего канала.